Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг. На этой неделе, в четверг и пятницу, самое актуальное и фундаментальное событие в отсутствии Артема Деева вы сможете получить от меня. Как вы знаете, вторая половина недели проходит достаточно активно. На рынках появляется интересное движение и, собственно, важное и фундаментальное событие. Первым делом давайте рассмотрим нефть марки Brent. Данные по запасам, которые, как известно, выходят каждую среду, показали нам, что запасы увеличились, нефти стало на рынке больше. Стало быть, и цена начала дешеветь. Продолжая нисходящую тенденцию, оказавшись перед уровнем 59, да еще и в преддверии запасов, нефть все-таки пробила уровень и достигла минимального значения 55,70. Хочу напомнить, что цена не была с начала года на этом уровне, то есть уже практически 8 месяцев. Какие здесь могут быть последствия? Одному из крупнейших поставщиков нефти на рынке это Саудовская Аравия. Как мы с вами помним, дешевая нефть доставляет массу неудобств и Саудиты наверняка предпримут попытки остановить падение нефтяных котировок. Если вчера мы с вами еще могли рассматривать сделки на продажу, то сейчас цена становится привлекательной больше для поиска покупок. Поэтому рекомендую уже закрывать позиции на продажу, поскольку цена становится уже слишком дешевой. На мой взгляд, падать ниже уже становится некуда. Что касается ФРС, сейчас мы видим по большинству индексов коррекцию. Представители ФРС Эванс выступают сейчас за дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики США. Трамп продолжает давить на федеральную зерновую систему. Первое снижение ставки, которое он добился на прошлой неделе, уже дает свои плоды. Теперь в следующую часть президент хочет добиться подъема экономики, даже ценой разгона инфляции. На фоне новой волны торговых войн США и Китая американские индексы сильно снизились. Но крупнейшие аналитики из сети сейчас дают 60% вероятность того, что торговая война между США и Китаем может обостриться. Будем наблюдать, как сложатся события. На мой взгляд, что индексы все-таки смогут восстановиться на этом фоне. И даже несмотря на такую ситуацию, американский доллар сможет здесь устоять и продолжить рост. Разберем евро-доллар. Текущая цена 1.12.15. Евро на этом фоне вырос по отношению к доллару. И сейчас, на мой взгляд, имеет достаточно выгодную цену для покупки. До уровня 1.14. Сегодня в 16.30 по Москве выходят данные по складским запасам. Но, думаю, все-таки самое интересное событие стоит уже ожидать завтра. То же самое касается фунт-доллара. То есть, на фоне новых новостей по Brexit фунт сильно снизился. И последнюю неделю находится в таком небольшом диапазоне. Диапазон это примерно 50-70 пунктов. Завтра выходят, кстати, данные по запасам ВВП. Уверен, что на этом фоне на рынок вернется волатильность. И фунт продолжит свое нисходящее движение. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание.